Второе Коринфянам, пятая глава. Слава Богу. Давайте начнем читать с пятого стиха. «Но сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Итак, мы всегда благодушествуем, или всегда уверены. Когда мы уверены? Уверены мы только тогда, когда все идет хорошо и гладко? Уверены ли мы только тогда, когда положение улучшается? Нет, мы всегда уверены. Аминь. Всегда уверены, и как знаем, или зная. Апостол Павел сказал, что он уверен, зная что-то. Мне нравится слышать людей, которые знают, во что они верят. Мне нравится слышать людей, которые говорят о том, что они знают, а не «ну, вы никогда не знаете». Интересно, к чему идет этот мир. Интересно, к чему идут наши подростки. Они идут к Богу. Мир идет к Богу. Ну, брат, что-то я этого не вижу. Вы не туда смотрели. Что польза смотреть в газету? Кроме старых новостей, в газетах ничего нет. Это все произошло вчера. Вы не найдете этого в выпусках новостей. Они идут всего 15 минут. Это не мировые новости. Это старье. 15 минут того, что произошло вчера. Ну же. Боже мой. Почитайте концовку Библии. Вот это новости, брат. Наше будущее в Иисусе. Наше будущее выглядит хорошо. Аллилуйя. С каждым днем, с каждым мгновением этого часа, этот мир еще на один день, еще на одно мгновение, еще на один час становится ближе к Богу. Ближе к Богу. Ближе к восхищению церкви. Ближе, ближе. Некоторые люди говорят, «О, Боже мой, мы почти подошли к периоду скорби». Что ж, задумайтесь об этом. Он продлится всего 7 лет. Нас не будет здесь всего 7 лет. Уверены. Скажите, «Уверены?» Уверены, зная, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Ибо мы ходим верою, а не видением. Мы ходим верой. Вера от сердца. Под сердцем подразумевается не ваш кровяной насос, а дух, сердцевина вашего существа. Идет большая теологическая дискуссия. О, этому человеку сделали пересадку сердца. Боже мой. Был ли тот человек, у которого было взято это сердце, спасен или не спасен? Придется ли ему снова принимать спасение из-за того, что у него новое сердце? Задумайтесь об этом. Что если бы они собирались пересадить сердце обезьяны? Я думаю, этому человеку уже пересадили мозг обезьяны. Вы не можете верить Богу этим кровяным насосам. Это физическая плотская мышца. Вы получили бы не больше веры от этой мышцы, чем от этой. Я имею в виду, что вы бы и близко не получили веры от своего носа, или своего уха, или своего большого пальца. Потому что в своем большом пальце человек верует к праведности. Очень много смысла. Почему? Вера – это духовная сила. Эти вещи от Духа, рождены от Духа. И они вкладываются в человеческий Дух, Духом Святым, в момент возрождения человеческого Духа. Вера от сердца, а не от головы. Она не производится в вашем разуме. Вера будет оказывать влияние на разум. Но это не состояние разума. Вера формирует состояние разума. Но вера – от Духа. Вера рождается из возрожденного человеческого Духа и высвобождается в словах и действиях. Когда принимается решение верить во что-то, чего вы не можете видеть своей физической плотью или почувствовать своими физическими чувствами. вера, которая от Духа, не требует физического доказательства для того, чтобы в это верить. Если вы требуете физическое доказательство, чтобы во что-то верить, тогда вы никогда не доберетесь до своего Духа. Вы добрались лишь до своего разума. Вы добрались лишь до своих физических чувств. Вы так и не пошли дальше них. Поскольку, как только вы видите или чувствуете что-то в естественной сфере, а потом вы удовлетворены этим, тогда вы так никогда и не доберетесь до своего Духа, чтобы высвободить духовную силу веры. Ваше чувство получает удовлетворение еще до того, как вы успеваете добраться до своего Духа. Когда вы верите во что-то, чего вы пока еще не можете видеть своим физическим телом, своими физическими чувствами, вы не можете видеть это, чувствовать это, обонять это, попробовать это на вкус, слышать это в этом естественном физическом мире чувств, именно это и представляет в Библии слово «плоть». Врата ваших пяти органов чувств, через которые вы получаете информацию. Эти врата информации, это не те врата, через которые вы общаетесь с Богом. Бог дал вам уши не для того, чтобы слышать Его. Он дал вам глаза не для того, чтобы видеть Его. Он дал вам ваш нос не для того, чтобы обонять Его. Он дал вам ваши физические органы чувств не для того, чтобы чувствовать Его. Он дал их вам для того, чтобы вы с их помощью контактировали с этим миром, с этим естественным физическим миром. Он дал вам чувство, чтобы у вас хватало здравого смысла знать, «Сейчас жарко или холодно». Вам не стоит ходить по улице в футболке в минус 10. Ваши физические чувства вам были даны Богом, чтобы ваш разум мог принимать качественные решения и контактировать с этим физическим миром. И до тех пор, пока дьявол не влез в этот физический, естественный мир и не получил в нем какую-то власть, в нем не было никаких проблем. С ним не было никаких проблем, потому что в этом мире, кроме Бога, никого не было, когда Бог его сотворил. Кто-то спросит, почему Бог сотворил дьявола? Он не был плохим, когда Бог его сотворил. Библия говорит, что он был совершенным в тот день, когда был сотворен, а беззаконие нашлось в нем позже. Итак, эти пять физических чувств не были даны вам для того, чтобы с их помощью определять духовные вещи. Они там даже не работают. И до тех пор, пока вы будете пытаться это делать, вы будете ошибаться в ста процентах случаев. О, разве мы не чувствуем Бога? Знаете, что произошло бы, если бы вы на самом деле почувствовали Бога? Это было бы последнее, что вы когда-либо почувствовали в своей жизни. Да. Это все равно, что хотеть почувствовать выхлоп 747-го Боинга. Мы найдем вас завтра утром в штате Нью-Мексико. Знаете, вы приходите на служение, и очень часто в присутствии Божьем... О, вы чувствуете себя так хорошо. Но это не является доказательством того, что Он там. Это просто лишь результат чего-то намного большего, что происходит в Духе. Но может оказаться и так, что это вообще не будет проявлением Бога, а ваша плоть просто будет отлично проводить время. И Элвис Пресли доказал это. Аминь? Да. Эстрадные артисты уже годами это доказывали, что ваша плоть может веселиться и отлично проводить время. Бог не имел к этому никакого отношения. Бог был там, потому что Он вездесущий, Он везде. Но Он там лично не вовлечен в проявление на том месте, потому что никто там не обращает на Него никакого внимания и не воздает Ему никакой славы. Просто Он позволит вам пойти туда, и ваша плоть там будет веселиться. Фактически, скажу вам следующее. Он позволит вам пойти в ад, если вы этого захотите. Очень жаль, если вы этого захотите. Я сказал все это потому, что хотел, чтобы вы увидели следующее. Слово Божие говорит, вера приходит. Вера приходит от слышания, а слышания от Слова Божьего. Когда произнесено Слово Божье, вера вся во внимании. Она всегда отвечает Богу. Вера не может встать и сказать, «Нет, только не этим утром». «Уж спасибо, нет, нет». Нет, вера всегда послушна. Когда был сотворен Адам, он был сотворен с верой Божьей, пребывавшей в нем. Потому что без веры угодить Богу невозможно. И до конца этой недели мы разберемся, и раз и навсегда ответим на этот вопрос. Почему Богу невозможно угодить без веры? Достаточно просто знать, что ему невозможно угодить без веры. Это должно закрыть для нас этот вопрос. Но у нас есть право знать, потому что в это вовлечено много всего. И нам нужно больше знать о том, как это работает, как говорит Чарльз Кэпс, иметь практическое знание веры. Подходить к этому не просто с позиции послушания, но с позиции практического знания, чтобы мы могли умело ее использовать. Хвала Господу. Потому что Библия говорит, что мы ей живем. Итак, Адам был сотворен с верой внутри него. Но когда через грех пришел страх, в нем по-прежнему была та вера, которую дал ему Бог. Но она была искажена. Понимаете? В нем также была и любовь. Но теперь она больше не была любовью. Теперь она проявлялась как ненависть. Дьяволам никогда ничего не было создано. Он никогда ничего не создавал. Все, что он может делать, это искажать, перекручивать то, что уже сделано Богом. И что произошло? Когда в Эдемский сад пришло Слово Божье, поднялась вера, которая теперь была страхом. И вместо того, чтобы бежать к Богу, она убежала от Бога. Вы это видите? И с того дня каждый человек, который когда-либо слышал Бога, без помазания Божьего, в страхе бежал от Бога и больше не хотел, чтобы Бог был их спасителем. Больше не хотел, чтобы Бог был их судьей. Больше не хотел, чтобы Бог был их целителем. Нет, нет, мы найдем для себя какой-нибудь другой путь, чтобы исцелиться. Все, что мы когда-либо делали, это искали путь, чтобы вроде как исцелиться. Поэтому на этой неделе, за то время, которое мне выделил Бог, и которым Он благословил меня на этой неделе, я хочу, чтобы мы выяснили, является ли вера, хождение и жизнь верой чему-то на наше усмотрение, или же это требование Бога? Является ли это жизненной необходимостью? Нам нужно ответить на эти вопросы и принять решение в отношении этого. Я хочу вернуться к одной вещи, которую я сказал минуту назад, и разобраться с этим. И затем мы прочитаем еще некоторые места описания. Когда вам нужно верить во что-то, чего вы не можете видеть, почувствовать, потрогать, когда вы стоите перед решением, верите вы или не верите, что Бог есть, то, когда вы принимаете это решение верить, что Он есть, и вы не можете его видеть, вы не можете его почувствовать, когда вы принимаете это решение, и вы говорите, «Да, я принял это решение, я верю в это», кто-то может сказать, «Да, но вам нужно». Мне не нужно никакого «да-но». Я верю, что Бог есть, и вы этого не измените. Как только вы принимаете это решение, ваш разум говорит, «Эй, мы не можем верить в это, опираясь на нашу физику, мы не можем верить в это умственно, мне придется обратиться куда-то еще и получить реальность этого». И ваш разум может обратиться только в одно место, а именно к вашему духу. И ваш дух поднимается, высвобождает веру и приносит ответ на уровне духа, души и тела. Вера поднимается и говорит, «Ну, конечно же, именно оттуда я и пришла». И вдруг, вместо того, чтобы думать, «Я не знаю, могу ли я в это верить или нет, я просто верю, что я буду», вы вдруг говорите, «Ну, конечно же, Бог есть». Вдруг приходит реальность. Что это? Это вера. Каждый раз, когда вы смотрите в записанное Слово Божье, и оно говорит, «Ранами его вы исцелились». И вы говорите, «Если бы я спросил у моего тела, исцелилось ли оно?» Оно бы ответило «Нет». Если бы я спросил у моих родственников, «Исцелился ли я?» Они бы ответили «Нет». Если бы я спросил у моего врача, «Исцелился ли я?» Он ответил бы «Нет». Но я спросил у Слова Божьего, и каждый раз оно отвечает, «Ранами его вы исцелились». Я должен принять решение. Я выбираю верить в это. Что происходит? Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера приходит, но я ничего не почувствовал. Вот вы пытаетесь что-то почувствовать, видите? И ваше чувство не является доказательством. Вера приходит, откуда я знаю. Потому что Бог так сказал. И Он является начальником или автором нашей веры. Он так сказал. Поэтому я снова выбираю в это верить. 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 Каждый раз, когда вы это делаете, приходит вера. Она будет продолжать подниматься, как прилив. Пока от избытка вашего сердца не будут говорить ваши уста. И когда это происходит, вам не нужно было принимать умственное решение, верить в это. Это перелилось через край. И когда это таким образом переливается через край, она высвобождена, и она здесь, являясь слугой для вас. Какова ее работа? Ее работа – соединять с помазанием. Ее работа – соединять вас с Богом и Его снимающие бремена, уничтожающие Ермо силой. Аминь. Вы можете сказать «Аминь»? Хорошо, теперь откройте свои Библии вместе со мной на послание к евреям. Вера – это духовная сила. Это духовная реальность. Это небесная часть вас. Слава Богу. Послание к евреям. Третья глава. Я хочу начать читать, и я намеренно пропущу первые два стиха, потому что мы вернемся к этому позже и увяжем одно с другим. Давайте прежде всего взглянем на третий стих. «Ибо Он, Иисус, достоин тем больше славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с Думом Тот, Кто устроил Его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем Доме Его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. «А помазанный, как Сын в Доме Его, дом же Его мы. Дом же Его мы. Мы не являемся частью Дома служителя или слуги. Мы являемся частью Дома сына. Все мы вместе – дом. Поэтому каждый из нас является частью этого Дома. Мы все вместе являемся этим Домом. Аминь. Когда вы родились свыше, вы не стали слугой Бога, вы стали чадом Бога с определенными небесными правами, кровными правами. И после того, как вы стали чадом Божьим, после того, как я стал чадом Бога, я принял решение служить Богу. Аминь. Некоторые из вас, когда выросли, решили пойти работать и быть нанятыми на работу кем-то другим. Некоторые из вас решили работать и быть нанятыми на работу вашей семьей, вашим родным отцом. Но не тогда вы стали ребенком этой семьи. Вы стали ребенком этой семьи, когда вы родились. Аминь. Я стал ребенком, равно как и вы, семьи Божьей, когда сделал Иисуса Христа Господом своей жизни. Вы становитесь сыном или чадом Бога не после того, как умираете. Вы становитесь наследником Божьим не тогда, когда вы умираете. В этом нет смысла. Мой отец, А.W. Копланд, все еще жив. Ему 93 года. Я становлюсь Его наследником не тогда, когда я умираю. Я становлюсь Его наследником тогда, когда Он умирает. Но я не становлюсь наследником того, что принадлежит Ему, когда я умираю. Как такое возможно? Мы становимся наследником Бога не тогда, когда мы умираем. Мы стали наследником Бога тогда, когда Он умер на том кресте. Аминь. Он единственный человек, который написал завещание Завещание умер, завещание вступило в силу, и Он воскрес из мертвых и стал исполнителем Своего собственного завещания. Он даже не поручал этого кому-то другому. Он утверждает Своё собственное завещание. И мы с вами являемся наследниками, сонаследниками с Иисусом, наследниками Бога. Наследниками Бога. Аллилуйя. Разве это не благая весть? Я скажу вам, это благая весть, это Евангелие. Вы знали, что Евангелие это... Спрячьте свой пистолет. Я скажу что-то, что, возможно, не будет вписываться в привычные вам доктрины. Евангелие это не то, что Иисус умер. Если бы это было Евангелие, тогда Мухаммед, Будда, Конфуций... Это то, что было бы общим у этих людей с Иисусом. Они все умерли. Но Евангелие не в том, что Конфуций умер. Евангелие не в том, что Будда умер. Евангелие не в том, что Иисус умер. Евангелие в том, что Иисус жив. Евангелие это Евангелие Христа. Это Евангелие помазанного. Это Евангелие того факта, что Он жив. Чтобы следить за тем, что Его помазание по-прежнему доступно для любого, кто призовет Его имя для снятия бремени и уничтожения ерма в их жизни. Аллилуйя. Евангелие в том, что Иисус поставлен Богом, посланник, первосвященник исповедания наших уст и наших действий на основании Его Слова. Следить за тем, чтобы это осуществлялось. Некоторые говорят, я просто не понимаю, как ты можешь вставать и говорить, что ты исцелен, когда твое тело явно является больным. Что ж, я не понимаю, как вы можете этого не делать. Я не понимаю, как вы можете сидеть и говорить, что Бог сделал вас больными. Он никогда в своей жизни не делал никого больным. Как вы можете? Он послал Иисуса. Иисус сказал, Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Если Бог на кого-нибудь, что-нибудь насылал, Иисус должен был бы быть с тем, кто это принес. Он тот, кто послан Богом. Мне не нравится об этом даже говорить. Мне не нравится даже... Это настолько оскорбительно для престола Божьего. Это настолько оскорбительно для крови Иисуса. Это настолько оскорбительно для помазания, будто Бог может дать какую-то немощу болезнь. Мне не нравится даже говорить об этом. Мне надоело даже поднимать этот вопрос. Позвольте мне у вас кое-что спросить. Почему это будет использованием имени Господа напрасно, увязывать имя Бога с какими-то проклятиями? Бог не является тем, кто проклинает. Не так ли? Тогда разве это не будет таким же богохульством говорить, Он виновник болезни. Это богохульство. Это сквернословие. Это то, что мы называем сквернословием. Обычная уличная болтовня говорит, что Бог сделал кого-то больным. Только это не уличное сквернословие, а религиозное сквернословие. Я давно перестал ругаться и сквернословить. Но скажу вам, ничто так не подталкивает меня вспомнить уличное ругательство, как когда кто-то называет Иисуса источником наших болезней или наших проблем. Скажу вам, уж точно не требуется никакой веры, чтобы говорить это.